И снова здравствуйте мои дорогие друзья, любимые подписчики, уважаемые спонсоры. Спасибо вам за поддержку. Всем-всем-всем привет из солнечной Турции. Вы на канале Турецкие Байки. Меня зовут Оля для новеньких, кто не знает. Сегодня я продолжаю тему полезных видео для туристов. Видео про кухню, отели и все включено. Я уже записывала и именно на этом видео очень люди спрашивали, а как же выбрать собственно ресторанчик или кафе в Турции. Ведь там точно так же могут обмануть, ведь точно так же там может оказаться грязная кухня. Есть некоторые секреты, которые я узнала уже в процессе проживания в Турции. В первый мой год приезда мы все время ругались с моим мужем, потому что мне нравится какой-нибудь кафе, а он так вот бегаем взглядом окинет и говорит, мы туда не пойдем, оно мне не нравится, там явно все грязное, там явно правила не соблюдают и так далее. Уже сейчас, прожив достаточно большое количество времени в Турции, я уже могу такие права своему мужу качать. Говорю, а посмотри сюда, а посмотри туда, не пойдем в это кафе. Там, наверное, не очень чисто готовят. Так вот, давайте я с вами поделюсь своими всеми лайфхаками, как выбрать приличное место для обеда, ужина или просто перекуса в Турции. В Турции есть очень привлекательная черта всех мелких ресторанов, кафе, забегаловок, что не обязательно заказывать полный обед, то есть первое, второе, третье и компот, чтобы просто перекусить. Вы можете заказать одно-два блюда, вам добавок принесут мизе. Если это нормальный, в общем-то, турецкий ресторан, то мизе будет бесплатным, как я уже раньше говорила. Вы можете спокойно перекусить и отправиться дальше на прогулку. Насчет бесплатных мизе, о схемах развода туристов в Турции я тоже видео записывала, ссылку тоже оставляю. Если вы еще не смотрели, непременно посмотрите. Итак, как выбираем место? Прежде всего, спрашиваем о местных. Я уже на всех видео говорю, спрашиваем о местных, а как оказалось, это дело нужно вам еще и пояснить. Меня уже одна из подписчиков спрашивала, как у них спросить, где лучшая баклава, если он говорит, у меня в лавке лучше. Баклава. Но, судя по всему, вы не дослушали, в общем-то, целиком мои советы. Прежде всего, по таким туристическим местам не нужно ходить, где каждый лавочник зазывает к себе. Настоящая постарная в рекламе не нуждается. Если вы идете по туристическому месту, и вас на русском, ломаном русском, на английском зазывают, иди сюда, купи баклаву, лукум или что-то в этом духе, то 100% туда идти не нужно. Вот недавно мне отписывалась одна из моих подписчиц, говорит, что следовала советам, но все равно попала на, в общем-то, развод. Я это считаю, что развод. Ей продали 4 или 3 коробки баклавы, каждая из них под 10 долларов. И когда она открыла, там было 4 баклавинки, то есть вот этих квадратных. Так нормально в Турции не продают. Если так баклаву продашь местным, все это дело закончится скандалом. Это явно туристическое место так продавалось. Еще что любят так продавать? Лукум. То есть открываешь коробку, а там запечатаны лукумы, и его чуть-чуть буквально, а коробка огромная, тоже развод. Так вот, есть нормальные марки баклавы в туристических местах. Самые знаменитые из них это Хафиз Мустафа, Коска, Юлиоглу, Зенка и многие другие. Там гораздо, конечно же, дороже, чем для местных, но зато вы там можете попробовать настоящую баклаву. Указать именно, какую вы хотите. За счет большой проходимости этих заведений, там баклава всегда свежая, вы можете попробовать ту самую, потому что там действительно готовят как надо и заливают как надо. Баклаву непримерно нужно есть свежую. Если она постоит один-два дня, это чувствуется на вкус, даже не могу объяснить. Но что-то не то. Свежая баклава – это райское наслаждение. Это невозможно остановиться. Ну, кстати, для тех, кто не сильно не любит сладости, это приторно-сладко. А для сладкоежек это неземное удовольствие. Когда она немножко постоит, она теряет часть вкуса, становится жестче, становится какой-то привкус такой вот, чистого сахара. И уже не то немножко. Здесь внизу центры, где самые туристические места, баклава и все прочее, действительно в долларах, в евро продается. Ни в коем случае, если указана цена в долларах и евро, не покупайте. Вы в Турции, вы не в Европе. Идите туда, где указана цена, в общем-то, в лирах. Ни при каких условиях не стоит за доллары покупать. Поверьте мне, вы переплатите в разы. Нормальная баклава не может быть дешевой, но она не может быть в долларах по 10 долларов за 4 баклавинки. Она продается на развес в килограммах. В нормальной по стране вы выбираете, какая вам баклава нужна. Она обычно идет примерно по одной цене. Они вам складывают в коробочку, целиком взвешивают. И тогда вы платите. Дальше. Если дядечка, в общем-то, продавец зазывает на русском или на английском, тоже не стоит заходить. В основной массе все-таки, ну, максимум английский знают, если хорошие постаны для местных. И все. Им незачем. У них есть своя клиентура. Вот около садика моей дочери есть прекрасные постаны. Мне туда сейчас очень не хочется идти. Но я обязательно как-нибудь засниму, когда школа начнется. Будем обратно возвращаться и непременно купим там баклаву. Покажу, как это дело выглядит. Так вот. У кого нужно узнавать у местных? По мнению моего мужа, нужно узнавать у ближайших семичей или продавцов уличной еды, там, кукурузы и так далее. Как я уже рассказывала, спрашивать, где самое лучшее? Где Энгюзель, Нериде Энгюзель, Лахмаджон и так далее. Еще у кого можно спросить? У местных лавочников, которые не связаны с продажей еды. То есть продажи там, например, ремней, там, футболок, чего-то еще мелкого, сувениров вы можете спросить, где самое лучшее. И лучше это делать не в туристическом центре. Отойдите немножко, метров 20 в любую сторону и там спрашивайте. Здесь Кушадос и самое туристическое место. Это около Восточного базара, естественно, выход к морю, около Беледие. Но если чуть-чуть отойти в гуд, то можно найти прекрасные магазинчики, прекрасные ресторанчики и так далее. И, в общем-то, в разы дешевле. Еще у кого можно спросить и, в общем-то, достаточно хороший ответ получить. Если вы видите какой-нибудь мейхане только для мужчин, ну, вы должны быть, естественно, с мужчиной, потому что женщины не спрашивают у мужчин. У мужчин, которые играют в окей, которые просто курят и сидят, чайок пьют и так далее, можно у них спросить, где лучшие кебабные, где лучшие кафешки. Итак, второй номер. Как узнать подходящее место? Вы нашли определенное кафе, ресторан и так далее. Загляните, кто внутри сидит. Должно быть много местных. Местные разговаривают на турецком, очень сильно жестикулируют. Ну, турок можно легко узнать. То есть, если посетители такие вот все в шортах, в футболках, в бикини, разговаривают на английском, на русском и так далее, то это туристическое место, и здесь нужно быть аккуратным. Местные не будут ходить большими толпами в туристические места. Местные любят, чтобы в кафе было и черба, и домашняя турецкая кухня, и всякое такое, кебабы и так далее. Все запивают айранами, шалгамами. То есть, это все можно увидеть на столе. Посмотрите, что люди едят. И главное, чтобы это были местные. Если местные турки в этом кафе с удовольствием уплетают, если их много, то смело заходите в такое заведение. Очень яркий пример, если вы вечером ищите, где поужинать, и, например, какой-то кафе или ресторан пустой. Не ведитесь на то, что вам будет здесь рахат, и вот свободно сидеть и так далее. Скорее всего, у этого заведения нехорошая слава, и есть причины, почему оно пустое. Бывает так, я уже видела так, в Измите здесь, что одно заведение полностью пустое, даже вечерами, а другое переполненное. Здесь вообще по Турции самый яркий пример приведу. Эта сеть кафе существует не только в Кушадосе, а и в Измите было, и в Вурсе, я знаю, есть. И здесь вот тоже есть. В больших торговых центрах есть так называемый Юсуф Кёфтеджи. Я советую туда заходить. Возможно, поначалу вам не понравится. Несмотря на то, что там сервис сильно зависит от человеческого фактора, а точнее, за какой столик вы сели, там вам достается определенный официант. Иногда людям нравится расторопность определенного человека, и всегда приходят за его столик. Иногда там какой-то ленивый официант, то не нравится сервис. Но в этих заведениях всегда много местных, всегда большой поток людей, особенно в обеденное и время ужина. Почему? Потому что там готовят лучшие котлетки вообще по всей Турции, мне кажется. Идеальное мясо. Они закупают в большом количестве. Местные очень придирчивы к вкусу, к консистенции котлеток. То есть, турки там всегда обедают. Второй положительный момент за счет большого потока, но это практически местный Макдональдс. Здесь, в общем-то, всегда все свежее. И достаточно доступное, поверьте мне. Обед в обыкновенном ресторане, котлетки вы закажете, и в Юсуф Кёфтеджи будет большая разница примерно в половину. Хотя по цене мяса то же самое. Именно в этом самом Юсуф Кёфтеджи все мезе, которые поставят на стол, можете даже не спрашивать. Они идут бесплатно. Потому что там уже выработанная система, которая распространена по всем городам Турции. Вам не будут, в общем-то, что-то дополнительное в счет включать или как. Там такая система, ниппель, правда, вот как вот в Макдональдсах реально. Все просчитано, все автоматически, и мне это очень нравится. Когда мы просто хотим котлеток покушать, мы идем туда. Еще с этими самими посетителями один момент я забыла сказать. Турки ненавидят очереди. Если где-нибудь в Айсбире, в Биме, в наших местных сетевых магазинчиках скапливается один-два человека, они начинают стонать в очереди, кричать, почему мы тут должны стоять, где продавец. Продавец не хотят бросать, там раскладывать товары, идет, наконец, на кассу, извиняется. Очереди – это страшно для турок. Если вы видите в какой-то там постаны, если в булочную какую-то очередь из турок, которые по-турецки шпарят, возмущаются, но все равно стоят, это значит, хорошие постаны, хорошее кафе и так далее. Турки не будут стоять в очереди в плохое место. Здесь, в центре Кушадоса, есть одна булочная. Там все для завтрака выпекают. Там почву, семиты, всякое такое. Там всегда очереди. Вот сколько я туда не захожу, всегда очереди. И все турки стоят. Мне вот, честно, хочется постоять в очереди и просто посмотреть, что там вообще продается, что там такое все вкусное и интересное, и свежее, что постоянно туда очереди стоят. А, у нас, кстати, в Измите, в одну фырын, то есть в хлебобулочную были всегда очереди в период Рамазана. Там выпекали божественный Рамазан Пиде на яйце. Вот таких вот по всему городу не встретишь. Правда. И там тоже к вечеру всегда были очереди. Достаточно длинные. Все стояли под заходящим солнцем, ругались, что долго, но все равно стояли. Следующий, третий момент, по которому стоит выбирать кафе. У многих кафе в туристических местах цены стоят наружу, то есть развернуты и все. Когда вы заходите, не забывайте сфоткать, чтобы вам, не дай бог, не подменили меню. Так вот, в нормальных лакантах, то есть в ресторанах, в кафе никогда не будет ни низких цен, ни заобочных цен. Поузнавайте по Турции, по району, сколько примерно, какое блюдо стоит. И вот если кафе идет посередине, у него постоянные посетители, все там нормально, то как раз это то кафе. Понимаете, что сильно дешево не может быть по одной причине. Хорошие, свежие продукты не могут стоить дешево. Даже если здесь вот овощи, фрукты дешевые, то мясо дорогое. Так или иначе, это должна быть стоимость какая-то. Если мясо дешевое, курица дешевая, то, скорее всего, они закупают то, что выходит уже из срока годности, а может уже и вышло, обрабатывают и продают. Сами должны понимать это. Так, насчет дешевых кафе. Вы должны смотреть в обеденное время, есть ли там много школьников. Если это вот школьный сезон, в общем-то, начался, и вот слышите, что звонок, школа закончилась, и именно в этой кафешке сидит дофига школьников или студентов, и хрумкают дешевую еду, например, там, какой-нибудь дурум с айраном, то можете тоже зайти по хрумкости. Все очень просто. За счет большой движухи, за счет студентов, быстро вся еда сбывается, и каждый день она свежая и хорошая. Просто это кафе берет количество. На качество вам придется уже самим смотреть, но если действительно мамочки приводят туда своих школьников, то есть турчанки, то, скорее всего, еда нормальная. Если будет плохо, что-нибудь некачественное, то это кафе не будет иметь посетителей. Очень все просто объясняется. Здесь часто такие забегаловки. Кафешки очень близко друг к другу расположены, около школ. Можно пройти 10-15 метров и наткнуться на еще такой же. Если в одной очень все плохо, то студенты просто не будут в ней есть и уйдут в другую. Итак, четвертый номер, как выбрать правильную кафешку или ресторан, в общем-то, в Турции. Нормальное меню должно быть, совпадающее с меню на входе. Помните, я вам сказала, что если на входе есть меню, неплохо бы его сфоткать. Дальше, если вам подают другое меню, меню без цен, меню без указания лиры, а, например, позже они могут сказать, что это евро, вообще не стоит, вообще не стоит даже начинать есть в этом ресторане. Если какие-то проблемы с меню, встаете и уходите. Потому что дальше, может быть, разные варианты оказаться. Даже если вы будете доказывать, что вы местные, а не туристы. В таких ресторанах нужно четко следить за тем, что вам подают, будет ли оно входить в счет, включая стакан воды, тарелочку с орехами, с оливками, даже хлеб. В нормальных всех ресторанах в Турции, вообще во всех, вот даже этот Юсуф Кофтеджи, который я сказала, даже вот в Измите, довольно крутые кебабные. Хлеб бесплатный, вообще. Они его нарезают и вообще просто выставляют таких вот в водеечках или наоборот потом приносят еще. Сколько влезет хлеба, столько и съедайте. Многие турки именно так добирают, например, большие мужчины. Они заказывают одно дорогое блюдо, а то не наелся. Он его обычно ест с хлебом, тогда он быстрее наедается. В таких ресторанчиках, где вы сомневаетесь, что вам поставили на стол, это бесплатно или нет, не забывайте спросить, беда вам? То есть, бесплатно это или нет? Вам должны ответить, да или нет. Так, следующий, пятый номер, как выбрать вам кафешку или ресторан. Открытая кухня. Многие мелкие, кебабные, донерные, имеют открытую кухню. У нас вот здесь, вот рядышком в Кипе, есть одна, в общем-то, по-моему, там Пиде делают, что еще из Кандеры. Там все открыто. Мы сидели вот с моими подписчиками встреча была. Рано утром, там вот такой дядечка-повар, в общем-то, выпекал Пиде. Прямо у вас на глазах. В общем-то, выглядело все это дело чисто. Можно полностью проследить всю работу повара. У мелких кафе очень часто такое. То есть, вы видите, как он нарезает, где он нарезает. Все можно спросить, если вам что-то не нравится, убрать. Если вам что-то не нравится, то просто последите за работой повара и вообще, может быть, не стоит садиться в таком кафе. Но с другой стороны, вы точно видите, как выглядит эта самая кухня, на которой вам готовят. То есть, она чистая, там нет никаких тараканов, например, там все моется и так далее. Есть в Турции еще крутые места, но их нужно, конечно, найти, туристам сложнее. Например, Оджакбаши. Оджакбаши иногда указывается в названиях кафе. Если увидите, заходите, вам будет интересно. То есть, там люди усаживаются таким образом, что они усаживаются ровно напротив мангала. И вот то, что творится на мангале, как жарится, как переворачивается, вы это все видите, и вам же это же мясо подается. Это и завораживающе, и чисто, и, в общем-то, вызывает доверие к повару. Есть еще круче места. Иногда вот бывает такой общий стол, посередине стоит мангал такой, да, ровно посередине. Вам выдают сырое мясо, и вы можете сами на этом мангале сколько угодно его обжарить. Все специи, все-все-все стоит на столе. Это очень интересно, но дорого, к сожалению, и не во всех местах встречается. Я тут пока в Кушадосе что-то не нашла. Следующий, шестой номер. Чистота в зале равно чистота на кухне. Конечно, это не всегда совпадает, но все-таки в большей степени. Если вы заходите в какое-то кафе, забегаловку, лаканту ресторан, где-то что-то, если вас не устраивают грязные столики, неподметенный пол, уходите оттуда. Вы можете только представлять, что там делается на кухне, поверьте мне. Это правило распространяется не только на турецкие рестораны, а вообще на все рестораны в мире. И тут же я хочу заметить, не обходите вниманием мелкие чикевтейны, где чикевтей делают, какие еще мелкие чайные, где можно чай и кофе попить. Иногда там бывает два-три стула только, один-два столика. Тут же один продавец, он же и повар делает вам все и подает, но оглядитесь вокруг. Возможно, чисто и красиво, и все свежее. Здесь иногда в таких мелких-мелких перекусочных бывает круче, вкуснее и свежее, чем в больших ресторанах. Далее, седьмой номер. Есть ли кто-то скандалец в кафе? Вот вы только сели и слышите за соседним столиком, например, начинает турок или не турок возмущаться, что-то не так подали, что было, в общем-то, ну, не свежее, или не так заплатили, или включили что-то в счет. Я все-таки советую вставать и уходить. В Турции очень развита система обслуживания, даже на самого капризного и требовательного покупателя. Если в такой системе обслуживания кого-то что-то не устраивает, ну, скорее всего, здесь действительно есть проблемы, потому что, если кого-то что-то не устраивает, обычно тихо пытаются замять, дать комплимент от повара. Вот, например, у нас в одном кафе что-то мужу не помнит, что не понравилось, вот сейчас уже не вспомню. Лаваш, что ли, был в дуруме не такой, или что-то в этом духе, он выразил свое возмущение. Но официанту заменили нам дурум полностью, то есть, несмотря на то, что он тот надкусил. И принесли еще кюнифе от повара как комплимент, что извините, пожалуйста. Да, такое тоже здесь бывает в нормальных, приличных заведениях. Короче, если клиент скандалит, а ему еще отвечают, ну, не ваше заведение, ну, правда, лучше пройтись немножко еще 20 метров и поискать что-то лучше. Далее, восьмой номер. Ресторанчики домашней кухни наподобие шведского стола. Они есть в нетуристических в основном местах, потому что в туристических, но в основном это все внутри отелей, там на клиентов, а вот именно вне туристических мест. Это так называемые местные столовые. Здесь вы можете заметить, что обедают в основном турки, дешево, и обедают рабочие. Если вы натолкнулись на такую мелкую столовую, местную, турецкую, не проходите мимо, правда. Почему? Во-первых, цена. Цена обычно дешевле. Как ни странно, там бутылка айрана, бутылка колы или воды это отдельное блюдо. То есть, обычно вот так они прочитывают, но они за каждое отдельное блюдо обычно не выставляют цену. Когда мы только переехали, были от свекрови на новую квартиру в Измите, около нас была маленькая забегаловка домашней кухни. У нас еще не привезли были не то, что плиту, у нас даже газ еще были, не подключили. То есть, компания должна была прийти, все проверить. Готовить было, естественно, не на чем. Нас безумно спасала эта самая кухня. Что там готовят? Да самое простое. Там какой-нибудь сатэ с курицей, картошка, поджарка, что еще? Супы изогелинта, мерджемек, яйла, макароны с йогуртом. То есть, самые простые простые блюда. Покушать можно нормально наедться без изысков. То есть, если вы просто голодны и не хотите много денег тратить. Я всегда там дочку кормила. Как ни странно, она там лучше ела, чем в любых кебабных и так далее. Очень удобные места. И у них обычно есть постоянные клиенты. Вы можете их заметить, они обычно рабочие, как я уже сказала. То есть, где-нибудь недалеко идет стройка, и в это вот небольшое кафе домашней кухни приходят люди. Есть большие такого типа заведения. Мне очень нравилось, например, в Измите называлось Кейфи и Крам. Если кто в Измите будет, зайдите туда. Ну, безумно много блюд домашней кухни, разнообразные салаты с майонезом, с тем, несмотря на то, что я говорю, что с майонезом лучше не выбирать, там проходняк такой большой, что иногда до середины дня салаты не доживают. Их просто сметают и все, и нужно новые делать. Там интересная была фишка. Там набираешь себе тарелку, в одну тарелку все, что ты хочешь. Ну, естественно, суп в другой тарелке и взвешивают тарелку. Цена идет за еду, за общую по килограммам. Так интересно было. Если посчитать все отдельности, естественно, выходит гораздо дороже, чем отдельно купить или в ресторан сходить, но вы можете попробовать любые блюда. Там, например, была сарма, чекефте, что еще? Ичли, кефте, различные пилавы, руссалатесы, там салат с морской водорослью, я ее терпеть не могу, но она там была. Потом с шампиньонами. То есть, такого разнообразия вы не найдете ни в одном, в общем-то, ресторане. Девятый номер. Если это не ресторан, в общем-то, домашней кухни, где вот так вот готовят много и разнообразного и продают на развес, то не особо цените разнообразие. Я имею в виду, если вы хотите есть кебаб, идите, где готовят кебаб. Если вы хотите есть лахмаджун, идите туда, где готовят лахмаджун. Специализация очень важна в Турции. В ресторанах, которые распыляются сразу на все, где огромное меню, там курица, не курица, мясо, не мясо, кебабы, шашлыки, все-все указано. На деле, оказывается, что вы какое-нибудь блюдо там заказали, а его нету. Чем уже специализация, то есть, например, искендер-кебаб, вот он был в Измите такой кафе, специализируется на искандере. Есть там, конечно, котлетки и все, но в основном искандер и немного в меню мяса. Вы там пиццу не встретите. Почему так делается? Потому что закупаются определенные продукты, все это рассчитывается по дням, сбывается. Потому что, ромное меню, вот сегодня пиццу кто-то захотел, завтра не захотел. У меня был такой прокол, в общем-то, тоже в Измите. В каком-то ресторане, где готовили рыбу, мне рыбу не захотелось, я заказала пиццу. Ну, сдури, правда, это были первые годы моей жизни в Турции, правда. Я не знала, что если рыбный ресторан, нужно заказывать, в общем-то, рыбу. Естественно, они тесто не замешивали. Чтобы быстро приготовить пиццу и удовлетворить клиента, они приготовили мне пиццу на тесте ювка. Ну, кто знает, тесто филот. То есть, перемазали яйцом, сверху накидали, что было в холодильнике и подали как пиццу. Это была самая ужасная пицца в моей жизни. Хочется пиццы, идите в пиццерию. Здесь есть идеальная пиццерия, называется доминос. Они специализируются на пицце. Итак, я, в общем-то, основные признаки хороших ресторанов вам назвала. Теперь давайте пройдемся по собственной специализации. Какие бывают рестораны? Первый это локанта. Локанта переводится как ресторан. Это обычные рестораны. В локантах обычно бывает какой-то суп дня. Бывает непременно мясные блюда типа кефты, котлет, каких-нибудь кебабов. Может быть даже шашлык быть. В особо крутых локантах есть и джерк, шашлык, то есть из печени, какие-нибудь мелкие кебабчики, чоп-кебабы, например, все такое прочее. К этому всему непременно подается пилав, то есть гарнир из риса, жареная картошка и обычно салат. По желанию вы можете попросить еще йогурт. Мясное может подаваться как на тарелке, так и в лаваше, по вашему желанию. Вот это обычно турецкая локанта. Вместо риса может подаваться еще булгур. Часто для украшения всего вот этого разнообразия, так скажем, подаются овощи на мангале, то есть обычно запекается острый перец и помидоры. Не ищите супер-пупер десертов в локантах. Максимум, что вам могут подать на десерт это обычно кадаив. Вы можете удивиться, но не в каждой турецкой локанте есть алкоголь. Иногда он есть в качестве пива, ну и максимум ракы. Иногда его и нету. Если вы хотите выпить алкоголь, то нужно лучше идти в места под названием мейхане. Они именно рассчитаны на употребление алкоголя. Всегда к алкоголю имеются мизе. Здесь мизе не бесплатные. Они расставляются, вы их отдельно заказываете и главные блюда. К ракы, например, непременно подается или мясное что-то, или мейхане. Очень популярны белый сыр биаспейнер, дыня в сезон, конечно же, различные мизе из томатов, баклажанов, йогурта, обжаренные хлебцы. Ну и часто в этих местах бывает заунывная турецкая музыка тюрку или даже живые музыканты, которые вы можете доплатить, и они вам спляшут и споют песенку ровно для вас около вас. Далее, если вы хотите поесть конкретное что-то мясное, как я уже сказала, кефтеджи это там, где подают котлеты, например, юсуф кефтедж. Кебабные кебабчи это небольшие закусночные, где подают кебаб, собственно. Кебаб может быть как в лаваше, так и на тарелке, с пилавом, без, непременно есть меню айран, шалгам, кола, просто вода, чай. Иногда, но реже все-таки бывает в меню суп, но обычно он один, и он заканчивается в этот же день, чтобы было доверие к этой кебабчи. Еще отдельные есть заведения, которые готовят только пиде, пиде, это открытые пироги с мясом, с сыром, с яйцом, чем еще там бывает, с кавурмой, кавурма это прессованное мясо по типу нашей тушенки, как она называлась, завтрак туриста, помните, вкуснющая такая была, сейчас уже не знаю, есть или нет. Короче говоря, пиде джи это отличное заведение, где именно можно поесть такие вот пироги по типу открытой пиццы, если честно говоря. Далее лохмаджуны. Лохмаджун, ну по сути турецкая пицца, когда на тонкий слой тесто размазывается фарш со специями, с острым перчиком, салчи с томатной пастой, очень вкусные. Если это отдельная лохмаджунная, да, туда стоит зайти. Если в каком-то большом ресторане лохмаджуны, ну смотрите на кухню, если там нормальный повар готовит все при вас, красиво, все нормально, тогда да. Но все-таки, если есть специализация у заведения, то есть чисто лохмаджуны готовят, всегда лучше получается. Дальше, есть отдельные заведения, здесь так называемые кахвалты для завтрака. Кахвалты это и есть, переводится завтрак. В них подаются бюреки, семиты, почи, что еще, чай, никаких супов, никаких мясных блюд, кроме как бюреков с мясом или с кавурмой. Если у этого заведения свой повар, то он начинает работу очень рано, то это крутое заведение, где он сам все это дело выпекает и все так далее. У более простых заведений они открываются тоже очень рано, часов 7-8. Вы туда можете зайти и чисто поздравтракать. Обычно к 12 они уже все распродают и закрываются. Ну, такая специализация у заведения. Мне лично очень нравится. Есть особые заведения, типа крутые, типа для туристов с кахвалты, где вам могут наставить полный-полный стол всяких мизе, там всего остального, но они обычно очень дорогие. Всегда смотрите. Есть готовые тоже завтраки кахвалты в тарелке. Там тоже нужно узнавать сколько, чего и сколько это дело стоит. Потому что могут положить вам там одно яйцо, две зеятинки, маслинки и, например, там тост с сыром. И это будет стоить, чем дорого получится. То есть надо все это дело узнавать. Но если действительно хорошее заведение для завтраков, то там будут местные завтракать как обычно. Посмотрите, что они едят, как они едят и вполне можно зайти тоже. Так, следующее. Татлы, джи и пастаны. То, с чего я начинала это видео. То есть по-нашему в общем-то заведение, где продают все сладкое. Татлы, джи, от слова татлы это все сладкое. Там могут продавать не только баклаву, там могут продавать локму, что еще? Шекерпоры, различные конфеты, различные курабьи. Кураби это местные такие в общем-то печеньки. Они мне дико не нравятся, потому что они дико сухие. Я все на один манер почему-то, но ребенок у меня любит. Еще могут продавать рахат лукум, локум в Турции. Хотя, на мой взгляд, лукум лучше покупать в Актарах. Там он на развес идет, на сыпной, можно попробовать мягкий, не мягкий. То есть самый свежий всегда в хороших Актарах продается. Еще возвращаемся к татлы, там продают иногда молочные различные пудинки. Например, мухолеби. Ну, странная штука такая тянущаяся. Мне она не очень нравится. Кому как заходят сетлячи, там продают. И что мне особенно нравится это триличе. Запомните это имя и непременно попробуйте в Турции. В некоторых татлы стоят 2-3 столика. Вам могут подать чай хороший, заваренный. Указанную сладость вы можете купить, например, баклаву 1-2 штуки попробовать, себе домой в коробочке. Насчет пастаны. Паста по-турецки означает торт. То есть, сами понимаете, что в пастаны готовят торты и различные пирожные. Если честно, не сильно люблю турецкие пирожные и торты. Они все какие-то на один манер с мелкими мелкими отличиями. Но я думаю, что каждый человек вправе составить свое мнение. Непременно попробуйте. Ну вот, дорогие мои, я думаю, я немножко отсветила эту тему, где что лучше брать в Турции, особенно где кушать в Турции. Я надеюсь, что после моего видео у вас автоматически будет срабатывать вот это вот. А, здесь много местных, здесь много заказывают, сюда мы зайдем. А, там никто не сидит, около Донера повар прохлаждается, туда мы не пойдем. А, вот тут вот грязно, мы туда не пойдем. Чтобы у вас это на автомате срабатывало, и тогда вы не ошибетесь. Поверьте мне, всегда уходите из тех мест, где вам, как показалось, хотят вас обычно если кажется, то не кажется. Вы всегда найдете здесь другое заведение. Поверьте, в Турции здесь такая огромная конкуренция по вот этим кафе, лакантам и всем прочим, что это их будут проблемы, что они не могут нормально обслужить туриста или просто местного посетителя. Всем вам, мои дорогие друзья, желаю всей души находить только отличные заведения, самой вкусной турецкой кухни, чтобы у вас все было хорошо, чистого вам неба над головой, пусть у вас все будет хорошо. А на этом все, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал и увидимся на других полезных и интересных видео. Пока-пока!